Монастырь Как лучше и эффективнее противостоять этим страстям? Думаю, что то, что происходит у нас, происходит во всех православных монастырях в мире. Люди приходят к нам, потому что чувствуют доверие. Также у них много трудностей, характерных для нашего времени, для современного мира. Жизнь всюду тяжела. И происходит вот что. Поскольку сегодня у людей мало терпения и мало выдержки, они ждут, что их проблемы разрешатся волшебным образом. Они хотят, чтобы все происходило быстро. Именно поэтому некоторые обращаются к колдунам-астрологам. В монастыре мы говорим с такими людьми о православном предании, о том, что говорят святые отцы, что ни один человек не сможет решить свои проблемы, не сможет исцелить свои раны, телесные и духовные, без любви, без ежедневных усилий, без участия в таинствах, в литургии. Вот что наши сестры и я советуем людям. Люди доверяют нам. Некоторые из них ждут, что изменения произойдут быстрее. И тогда нам приходится говорить им, что в церкви бывают быстрые и чудесные изменения. Но что это происходит тогда, когда этого хочет Бог и святые? А мы должны просить терпения, должны трудиться, молиться и ждать с терпением, с любовью, участвуя в литургической жизни. Вы затронули очень интересный вопрос о нетерпимости, о нетерпеливости современного человека и его стремлении все получить быстро, так, как если бы он приходил в супермаркет. Как мы должны рассказать о православной вере, чтобы человек за решение своих проблем пришел в церковь, а не к волшебникам? Отец Павел, вы очень хорошо знаете, что это происходит по благодати Божией. Необходимо, чтобы человека посетила благодать Божия и по его собственной молитве, желанию и стремлению, но одновременно и по нашим молитвам. И священники, и монахи, и монахини, все мы должны молиться о каждом человеке, который к нам приходит. О каждом человеке, который оказывается рядом с нами, мы должны молиться. Мы должны молиться за весь мир, и за тех, кто к нам не приходит, конечно. Но и за человека, который приходит к нам, мы должны молиться, чтобы благодать Божия его просветила, чтобы он понял, каким образом он может войти в церковь. Или, если он только пришел, как ему продвинуться вперед. Либо, если он уже немного продвинулся, о том, как ему обрести постоянство, как справляться с трудностями, как подойти к тому, чтобы уже здесь предчувствовать вечность. Потому что только тогда обретает смысл жизнь каждого человека. И, конечно, самое важное, чтобы человек по благодати Божией жил таинствами. И если живешь таинствами, будешь двигаться вперед. Матушка, вы одна из учениц старца Порфирия, Кавсакалиота. И мы знаем, что старец Порфирий, несмотря на то, что был простым, неученым монахом, привлекал к себе огромное количество людей. И мы видим, что его жизнь до сих пор имеет огромное влияние на монашествующих как на Святой горе Афон, так и за пределами Святой горы Афон. Хотелось бы услышать что-то из ваших личных впечатлений от общения со старцем. Старец Порфирий был необычайным святым, и его имя очень скоро войдет в Святцы. Вселенский патриарх Варфоломей сказал, что он скоро будет канонизирован. У старца Порфирия были все дары Святого Духа. И люди шли к нему из-за того, что он обладал этими дарами, но главным образом потому, что он им сострадал. Конечно, у него были дары Святого Духа, и люди это чувствовали, что у него есть эти дары. Но одновременно каждый человек ощущал, что он для старца особенный. И часто можно было услышать от людей, что вот, меня старец принял особенным образом. И это говорили тысячи людей. Это дар святых. И здесь, в России, тоже было очень много старцев, которые давали людям такую же любовь, глубокое сострадание. И поскольку Господь даровал ему такой великий дар читать в людских душах, понимать не только их душу, но и все их существо, видеть их жизнь, прошлое, будущее, и все это по благодати Святого Духа, он мог беседовать с человеком по существу, глубоко, в то же время, глубоко сочувствуя ему. Матушка, но что в жизни старца Порфирия было причиной такого явного действия благодати Святого Духа? Благодать Божия пришла к нему и осенила его. Когда он был молодым, он почувствовал, что получил этот дар. Он сам говорил, я получил этот дар во время молитвы особенного общения с Богом. Он почувствовал, как открылись глаза его души. И он стал видеть все вещи иначе, чем прежде, будучи еще совсем молодым, думаю, юношей в 16 лет. Он совсем маленьким попал на Афон. Вы знаете его житие. Ему было 12 лет, маленький мальчик. И потом вскоре в отрочестве, когда другие не знают, кто они и что они, старец Порфирий увидел, познал благодать Божию, таинство Духа. Матушка, мы знаем, что старец Порфирий служил в домовом храме при больнице. И в связи с этим у меня возник вот какой вопрос. Можно ли сказать, что такое обилие болезней и скорбей в настоящее время связано с тем, что люди разучились ограничивать себя? Что причиной такого разлитого по миру страдания является неумение дорожить даром воздержания? Вообще, современный человек страдает, отец Павел, из-за общечеловеческого греха. Каждый не страдает от своего собственного греха. Мы грешим все вместе, а некоторые страдают. В первую очередь, мы все, все люди согрешили разрушением окружающей среды, и поэтому мы видим, как младенцы болеют смертельными болезнями. Как от рака крови умирают младенцы. Эти дети не успели совершить грехов, не повинны в невоздержанности или в том, что не искали пути к Богу. Но мы, все люди, оставили путь к Богу, и благодать покинула этот мир. Поэтому для миру нужна великая молитва и подвиг. И этот подвиг происходит в монастырях силами недостойных, слабых людей, понимающих, однако, необходимость покаяния и молитвы для всего мира. Есть люди, которые это понимают, а есть такие, кто этого не понимает, и говорит, почему же монахи не помогают миру? Но монахи находятся в монастыре для того, чтобы преображать жизнь мира. Матушка, а в чем заключается это преображение жизни, которое должно происходить при помощи монашества? Монахи стремятся жить каждый день этой земной временной жизни в предчувствии Царства Небесного. Каждый день в монастыре — это как день в Царстве Небесном. По крайней мере, мы стараемся так жить. Когда во всем мире совершаются столько ужасных вещей, а где-то люди стараются принести небо на землю. Тогда жизнь людей преображается. Сегодня в Русской Церкви идет большая дискуссия вокруг вопроса частоты святого причащения. Нам было бы очень интересно узнать о том, как часто причащаются ваши сестры, и какие вы предлагаете им духовные упражнения для подготовки к святому причащению. Это очень важный вопрос. Люди, и миряне, и монахи, всегда думают и задаются вопросом, как часто следует приступать к божественному причастию. Но это евхаристическое участие, принятие тела и крови Христовых, по сути и есть жизнь мира. Разве мы не говорим в евхаристической молитве «сам себе предаяши за мирские живот», то есть за жизнь мира. «Чтобы мир жил». «И я причащаюсь, чтобы жить, но и чтобы мир жил». Так что, взыскуя жизни, не нужно бояться, но следует иметь уважение, хранить воздержание, подвязаться и упражняться, а главное — каяться и всех прощать. не надо бояться искать жизнь. Это верно и для мирян. Наши сёстры причащаются по субботам и воскресеньям и по большим праздникам. Они стараются жить в подвиге, и чтобы душа была высоко. И с Божьей помощью мы участвуем в Таинстве Святой Евхаристии. «По благословению, конечно». Есть сторонники редкого причащения, которые говорят, что частое причащение неизбежно приведёт к привыканию к святыне и потере благоговения перед святыней. Как возможно привыкнуть искать Христа? Церковь призывает нас каждый день, и монахов, и семейных людей, всё время искать Христа и Его присутствие в нашей жизни, чтобы наша жизнь изменялась, чтобы в ней появлялся смысл. Как же мы пойдём в вечность и не испугаемся смерти, если не будем причащаться тела и крови Христова? Разве Он сам нам не сказал, что если мы будем причащаться тела и крови Его, то будем иметь жизнь? Матушка, а вот такой вопрос. Что бы Вы назвали основной проблемой современного воспитания детей в семьях? Преподобный старец Порфирий Кавса-Калиевит замечательно ответил на этот вопрос. И то же самое говорили другие святые церкви, что ребёнка можно воспитывать правильно и свято, когда его родители живут свят. Когда ребёнок растёт среди людей, живущих подвижнической жизнью, родителей, учителей и других, тогда он чувствует себя уверенно и сам стремится к тому, чтобы стать лучше, учиться любить Христа, Богородицу, святых. Как говорил святой Косма Италийский, учите детей, что есть Святая Троица, что есть Христос, что есть Богородица. Сегодня мы, к сожалению, сталкиваемся нередко со случаями жестокого обращения родителей со своими детьми. И, к сожалению, это происходит в том числе и в церковных семьях. И зачастую это относится прежде всего к области духовной жизни. Родители принуждают детей ходить в церковь, вычитывать положенные правила, соблюдать пост во всей своей строгости. Как вы считаете, это нормально или это тупиковый путь? Я лично думаю, что неправильно принуждать детей ходить в церковь. Дети должны полюбить церковь, участие в церковной жизни, то, что происходит в храме. Если они увидят, что мы, старшие, радуемся этому и доставляем радость другим, то есть, когда у родителей, которые водят детей в церковь, дома нет ссор, когда они любят друг друга и не ругаются. И если иногда случается, что возникают разногласия, они мирятся и прощают друг друга. Тогда ребенок понимает, что это связано с тем, как они живут. И ребенок начинает искать и пытается понять, откуда родители берут эту силу, полноту, чтобы жить так прекрасно. Тогда ребенок начинает следовать за ними. Точно так же можно последовать и за священником или приблизиться к монастырю. Не обязательно для того, чтобы стать монахом или монахиней, но чтобы ребенок хотел посещать богослужение, находиться в монастыре, где люди радостны, их жизнь исполнена смысла и мира. Я думаю, что детям это больше помогает, чем когда мы им говорим, делай вот это или вон то. Апостолы пошли за ним. Апостолы пошли за ним. Потому что рядом с ним жизнь была осмысленной и радостной. Матушка, в своем монастыре вы настоящая мать по отношению к своим сестрам. Как вы считаете, это норма или это исключение из общего правила? Может быть, общим правилом является административное подчинение сестер? Когда игумене мать, тогда естественно, что она управляет и дому. Одно не мешает другому. Как мать в семье любит детей, совершает ради них жертвы, кормит их, рожает их, но одновременно управляет и своим домом. Так же происходит и в монастыре. Одно другому не мешает. Очень хотелось бы услышать из ваших уст, матушка, о последних годах жизни вашей предшественницы игумени Феосемни, которая страдала от неизлечимой болезни и, наверное, явила собой пример удивительного долготерпения в страдании. Игумене Феосемни была святым человеком, большой подвижницей. Она жила среди сестер удивительным образом. Она была матерью для сестер, и каждая из них чувствовала ее участие. Она умела все и помогала во всех послушаниях. И когда Господь попустил ей заболеть, она была очень молодой, когда заболела первый раз, она приняла болезнь как дар от Бога. Она никогда не выказывала огорчения или печали, но всегда даже больной оставалась на ногах. Она была на богослужениях в тот момент, когда проходила химиотерапию. возвращалась из больницы после химиотерапии и шла на всеночное бдение. Соблюдала посты. У нее были особые дары от Бога. Часто в больнице, куда она ходила на химиотерапию, она утешала других больных, разговаривала с ними. И те думали, что она посетительница, не знали, что она сама тоже пациентка. Как-то одна женщина сказала ей, «Как мне объяснить вам, как ужасно это лечение?» А матушка отвечала, «Да, я стараюсь понять. Я вас понимаю. Она не сказала у меня та же болезнь». «Да», она говорила, «Вы правы, вы правы». Это очень тяжелое лечение. Последний вопрос, матушка, который хотел бы задать, связан с почитанием русских святых в Греции. Вот кого из русских святых в греческой церкви любят и дорожат их памятью? В Греции мы очень любим и почти все люди, которые имеют отношение к церкви, знают и любят прежде всего святого Серафима. Это очень почитаемый святой и в монастырях и среди мирян. Также мы очень любим и почитаем святого Иоанна Русского. Мощи святого Иоанна Русского находятся на Ивбее, и тысячи людей постоянно приходят к ним. В последние годы также очень любят в Греции преподобного Силуана Афонского. Святых он именуется Афонским, но люди знают, что он родом из России. Последние годы также очень многие почитают святого врача Луку. В Греции он сотворил очень много чудес. В Греции есть его мощи, люди поклоняются им с великим благоговением. Еще хочу сказать, что очень любят и почитают святую Матрону. Ее знают и почитают в первую очередь в монастырях, и постепенно о ней узнают и миряне. Это самые любимые святые в Греции. Святого Сергия так хорошо не знают, только в монастырях, а также люди, побывавшие с паломничеством в России. А еще святого Иоанна Кронштадтского тоже чтут, но в монастырях. Наш монастырский священник обращается с молитвой к святому Иоанну Кронштадтскому. Спасибо, Матушка, большое за такую утешительную беседу и хотелось бы услышать от вас заключительное назидание нашим читателям, нашим зрителям из глубины вашего сердца. Вы ведь и сами знаете, напоминайте вашим духовным детям как священник и вашим студентам в семинарии, что нет ничего важнее, чем любить Христа и идти за ним и пребывать верными церкви. Время движение Продолжение следует...